Первый региональный конкурс для молодых журналистов, посвященный памяти одного из самых ярких представителей белгородской журналистики, доброй, внимательной, мудрой Елены Трищенко, завершился подведением итогов и определением лучших творческих работ. Это удивительный человек. Я в жизни много людей видела, но таких, как она, тонких, воспитанных, эрудированных, душевных. И вообще для меня на эталон современные российские женщины, журналистки, профессионалы высочайшего уровня. Поэтому, когда был объявлен конкурс, я включилась без возражений. Инициаторами проекта стали Союз журналистов Белгородской области совместно с холдингом «Белгород Медиа». Поддержали конкурс и администрация города, и Белгородский городской совет. Сеть клиника диагностических центров «Биомед», белгородский филиал «Пау Ростелеком» и компания «Лого Знак» стали партнерами-единомышленниками мероприятия. Несмотря на то, что конкурс проводится впервые, география участников очень широка. Почти 90 заявок из Воронежа, Калининграда, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Донецка и, конечно, Белгорода и области. Выбрать победителей было непросто. Очень высокий уровень, потому что мы никак не могли определиться, кто достоин занять первое место. Очень хорошая работа. И действительно, некоторые работы заставляют глубоко задуматься. Ну, от некоторых даже слезных глазах. Редакционное задание Анастасия Беляева не стала писать по шаблону. Все чувства и переживания героев пропустила через себя. Искренние слова и простые эмоции зацепили и читатели газеты «Победа», и жюри конкурса имени Елены Трищенко. Наши аплодисменты, наши поздравления – это праздник для нас. О чем сама статья? Она посвящена девочке, которая переехала из Мариуполя к нам в округе с мамой и с бабушкой. Мне вдвойне нравится общаться с маленькими героями, когда они говорят совершенно какие-то забавные вещи, интересные. И потом это нравится переносить на лист бумаги. Молодые журналисты представили свои работы в номинациях «Лучший телерепортаж», «Лучшее интервью» и «Лучший фоторепортаж». Было много факторов, по которым мы оценивали. То есть это и публикация в социальных сетях, и важность социальной темы, которую журналист берется, и плюс и литературное мастерство журналиста. Ну и еще там ряд показателей, по каждому из которых жюри пришлось поработать и выставить оценки. Интервью Ирины Дубининой раскрывает наболевший вопрос, что скрывается под землей в центре Белгорода. На тот момент это была большая общественная проблема, так как многих людей волновала реконструкция центра. Поэтому я решила поговорить с архитектором, с археологом, который занимается раскопками и узнать, для чего вообще они должны проводиться в городе. Победители и призеры творческого состязания получили дипломы и ценные призы. Теперь конкурс памяти Елены Триченко планируют проводить ежегодно. Он станет отличной площадкой, где талантливая молодежь сможет побороться за звание лучшего.